Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ «Время новостей» с вами Азат Жумаханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Очередной отчет перед населением провел Аким города Талдыкурган. На этот раз Галамжан Абдраимов нес ответ перед жителями микрорайонов 9-я площадка, Восточный, Каратал и Еркинского сельского округа. Градоначальник рассказал о проделанной работе и поделился планами на будущее. Подробнее в материале нашего корреспондента. По словам Акима города, 2019-й сложился довольно успешно. В ушедшем году в экономику областного центра привлечено 66 миллиардов тенге инвестиций. Это на 4 миллиарда тенге больше по сравнению с годом ранее. Как отметил Галамжан Абдраимов, значительные обороты набрала сфера бизнеса. За прошедший год открыто 60 новых объектов предпринимательства. Положительная динамика наблюдается в строительном секторе. Возведено свыше 126 тысяч квадратных метров жилья. В результате собственной крыши обзавелись почти 600 толдукурганских семей. Особое внимание уделено сфере ЖКХ. По вопросу содержания ремонта автомобильных дорог, в отчетном году всеми видами ремонта охвачены части 80 улиц протяженностью более 76 километров. В ходе ремонта заменено 46 автобусных остановок. По словам Акима города, в нынешнем году ожидается строительный бум. Начнется возведение порядка 440 домов. Помимо этого планируется построить две школы. Одну на 1200 мест в 8-м микрорайоне, вторую на 900 мест в коттеджном городке. Помимо этого в восточном микрорайоне будут возводить специализированный IT-лицей. В этом году 210 толдукурганцев из числа малообеспеченных семей получили направление на постоянное трудоустройство, общественные работы и на краткорасрочные курсы для получения специальности. Все больше толдукурганцев из числа малоимущих граждан отказываются быть государственными иждивенцами, довольствуясь лишь адресной социальной помощью, называемой АСП. Мадина Умарханова одна из них. Она одинокая мама, воспитывающая двух малолетних детей. В прошлом году, отказавшись от АСП и получив направление толдукурганского центра занятости, Мадина обучалась по государственной программе «Янбек» и получила специальность «Мастер маникюра и педикюра». Сейчас она работает в салоне красоты. В 2019 году я получала АСП с февраля месяца. Потом я услышала про грант, про то, что можно обучиться и работать. Вот я обучилась три месяца на маникюр-педикюр и получила грант, защитила свой бизнес-план. И думаю, в дальнейшем я буду работать, чем получать АСП и сидеть дома. Мадина также добавила, что ее нынешний доход сейчас значительно выше АСП. При поддержке центра занятости по проекту «Бизнес Бастау» защитил свой бизнес-план инвалид третьей группы по общему заболеванию Саят Тикитбаев. Получение им адресной социальной помощи осталось в прошлом. Теперь он возглавляет фирму, предоставляющую бухгалтерские услуги. «В прошлом году я отказался от получения АСП. Работаю здесь с ноября. Наша контора оказывает бухгалтерские услуги. Мы помогаем составлять и сдавать налоговую отчетность, декларации малым и средним предприятиям. Под моим руководством работают четыре человека. Имею неплохой доход». По данным Талдыкурганского центра занятости, история успеха Мадина и Саята – не единственные случаи. В прошлом году 127 талдыкурганцев были привлечены к предпринимательской деятельности благодаря поддержке «Бизнес-бастал». «В прошлом году у нас из числа получателей АСП, многодетные матери и малоимущие члены семьи. По безвозвратному гранту, по 200 МРП получали 10 человек на общую сумму 5 миллионов в тенге. Также они открыли свое дело. Многим это было очень выгодно. Они понимали целенаправленность этого безвозвратного гранта и успешно сегодня продолжают работать». Следует отметить, что с 2020 года скорректирован механизм выплаты АСП. Его основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. В первую очередь детям и многодетным семьям. Трудоспособные граждане должны работать. Государство поможет найти работу или заняться малым бизнесом. Будет помощь в виде обусловленной денежной выплаты АСП с максимальным использованием потенциала программы занятости «Инбек», которая ориентирована на безработных граждан из малообеспеченных семей. Евгения Присажная, Габит Кабдрахманов, Ержан Бюссен, Телеканал ЖТСУ. Программа «Бастал бизнес в действии». В Панфиловском районе благодаря государственной поддержке начинающих предпринимателей ежегодно расширяется спектр предоставляемых услуг. Только в прошлом году почти 180 человек смогли начать свое дело или расширить действующее. Благодаря всесторонней поддержке от государства, жители Панфиловского района смогли реализовать свои замыслы и открыть собственное дело. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 9 тысяч бизнесменов. За истекший год в районе было обучено порядка 269 желающих. Льготное кредитование получили около 180 человек. Из них 133 – молодые предприниматели. С государства было выделено 600 миллиардов тенге по программе «Экономика простых вещей». Из них только по нашему району 4 субъекта предпринимателей подали заявку. И 3 субъекта предпринимателей получили финансирование. Это у нас Кокталагра, Жаркенский крахмалопаточный завод. И на стадии рассмотрения у нас также Куркентал и Шапогат на стадии рассмотрения. Важным событием для жителей Панфиловского района является создание совета предпринимателей, в состав которого вошли 29 человек из 13 сельских округов и города Жаркент. Это авторитетные представители агропромышленной отрасли данного региона. В текущем году представителями Палаты предпринимателей проводится скрининг по потребностям бизнес-ниш. Анкетирование прошли 9 тысяч предпринимателей. По результатам мониторинга сейчас проводятся аналитические работы. По аналитическим работам мы сейчас определим потребности нашего района для исключения на паспорт развития территории. То есть мы можем это исключить на паспорт развития территории. Среди начинающих предпринимателей не только те, кто пробует себя в агропромышленном секторе. Творческим людям тоже нашлось место в бизнес-среде. Внучатый племянник знаменитого художника Аблхана Костеева, 30-летний житель Жаркента, Серик Нурсапа с детских лет мечтал стать профессионалом своего дела. Молодой человек в 2019 году прошел обучение по программе «Бизнес Бастау» и получил грант на 3 миллиона тенге. На эти деньги Серик приобрел дорогостоящий аэрограф и необходимые работе атрибуты. Теперь его творчество не только приносит доход, но и эстетическое наслаждение его землякам. Причудливые пейзажи, изображения флоры и фауны, работы местного художника Серика Нурсапа. Благодаря поддержке государства талантливый молодой человек смог осуществить свою давнюю мечту. Секретный состав красок, творческий подход и креативное мышление – отличительная черта талантливого мастера. По словам Серика, в месяц поступают до 8 заявок, большая часть из них – заказы на масштабные стеновые панно. «Я пошел к палате предпринимателей. Я узнал, что надо сперва обучиться. Потом уже там узнал, что надо грант есть. Старался, учился. И в конце, конечно, грант получил. И самое необходимое оборудование я купил благодаря бизнес-восту». «Мы и дальше будем поддерживать Серика. Также наша палата предлагает ему на основе государственно-частного партнерства давать уроки изобразительного искусства». Здоровье сельчан, предоставление качественной медицинской помощи и участие в программе ОСМС – эти задачи поставила перед собой и главврач медцентра «Отоклиника» Гульнар Талдыбаева. Благодаря полученному гранту было приобретено новое оборудование – эвигатор, гальванизатор и холтер. За четыре месяца работы медучреждение посетило порядка 8 тысяч пациентов как из Жаркента, так и близлежащих поселков. Прием ведется квалифицированными специалистами, терапевтам, невропатологам, кардиологам и отоларингологам. «Новая программа вышла в 2015 году, но она внедрилась уже в 2020 году 95% ОСМС-программа. Конечно, мы хотели бы, чтобы наша государство нас поддержало и дало нам возможность, чтобы мы вошли в эту программу». Вершин добьется идущий. Герои сюжета – это реальные люди, которые благодаря программе «Бизнес Бастау» осуществили свои мечты. Это живое свидетельство поддержки начинающих и действующих предпринимателей Панфиловского района. В Казахстане количество госслужащих сократится на четверть в течение ближайших пяти лет. Уже с этого года на местах приступили к постепенному сокращению. Высвободившиеся средства будут направлены на материальное стимулирование наиболее полезных работников. В связи с этим и в Алматинской области ведется активная работа. По сохранению этических норм на службе также проводятся мониторинги морально-психологического состояния сотрудников. Заполняются анонимные анкеты в акиматах области и его структурных подразделениях. В ней приняли участие более 6 тысяч государственных служащих. На областном селекторном совещании с уполномоченными представителями аппаратами акимов районов, городов и государственных органов проведено селекторное совещание, в ходе которого внимание было акцентировано на этическое поведение госслужащих. Есть определенные нормативные правовые акты, которые приняты государственными служащими. Они должны выполняться и выполняться должен требование этического кодекса. Сформирован президентский молодежный кадровый резерв, приходят новые талантливые государственные служащие, новый формат государственной работы. В связи с этим мы будем работать в новом формате. Вы сами знаете, сейчас век технологии, сейчас интернет-ресурсов очень много, скрыть нельзя ничего. Прозрачность должна быть в работе каждого государственного служащия. В то же время мы должны помогать каждому государственному служащию в реализации своей возможности. В этом направлении будем работать. Знание силы. Порядка 70 юристов Алматинской области прошли обучение касательно антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Семинар-тренинг по этой теме в нашем регионе проводится впервые по инициативе областной антикоррупционной службы. Главная цель мероприятия – объяснить каждому участнику о понятии антикоррупционной экспертизы. О ее задачах – это проведение законодательной согласованности, определять коррупционные факторы, иметь понятие о прозрачности, осуществлении прав и обязанностей лиц. Коучем семинара выступила известная в Казахстане правозащитник Зауреш Баталова. В своей работе она применяет популярные в мире методики и механизмы. Данный обучающий тренинг поможет всем заинтересованным стать экспертом в области снижения коррупции в стране, уметь владеть и разбираться в законодательстве, считают организаторы. Всего мероприятие прошло в четыре этапа, по итогам которого каждый из участников получил специальный сертификат. Сама методика проведения семинара проводится по всем технологиям, которые мы сегодня видим, и ничего тут нового нет. Это презентации, это практические задания и так далее. А вот если говорить о методологии, она была создана на базе международного опыта таких стран, как Молдова, Россия, Узбекистан, Корея. Мы брали европейские государства, где проводится антикоррупционная экспертиза уже многие годы. И мы, по сути дела, сделали методологию, которая является сплавом лучших методик и лучших практик, которые были в этих странах. Более того, мы добавили несколько факторов, которые, на наш взгляд, также эффективны для снижения коррупции через нормативно-правовые акты. Вторым этапом мы уже будем их проводить через конкурс и определять наиболее лучших, получивших эти знания, которые будут непосредственно на региональном уровне получать и давать проводить вот эту антикоррупционную экспертизу. 60 лет исполнилось известному Акыну, импровизатору, главному редактору газеты «Алла Тау» Айтакыну Булгакову. В честь юбилея в Алматинской областной библиотеке имени Сифулина был организован творческий вечер поэта. Айтакына Булгакова в Казахстане знают как народного Акына-импровизатора. Он сделал большой вклад в развитие национального искусства айтыс. Словесные дуэли с его участием всегда были интригующими. На айтысах различных уровней опытный Ахан Айтахан выделялся остротой мыслей, демонстрируя свою смекалку и сообразительность. При этом не забывал открыто говорить об острых злободневных проблемах общества. Именно таким его знают зрители. Народная мудрость гласит, успех учителя – это успех его учеников, что как ничто другое отражает заслуги Айтахана Булгакова. Его сын Жан Дарбек сегодня является самым ярким представителем импровизаторского песенного искусства среди молодых. Вместе с ним подают надежду еще несколько учеников, над творческим развитием которых сегодня работает Акын. На вечере поэта-импровизатора гости говорили о многих его заслугах, а молодое поколение смогло получить ценные знания об искусстве айтыса и его представителях. Айтахана Булгакова мы знаем как Акына-импровизатора. Видели его по телевизору, как он принимал участие в различных айтысах. А вот на вечере мы глубже узнали о его творчестве, в целом о песенном искусстве. Хочется, чтобы таких встреч было побольше. Учеников Айтахана Булгакова впереди ждут новые состязания. А в скором времени в ЖТСУ планируется открытие школы айтыса. Сам же Акан-импровизатор сейчас работает над изданием своих двух книг. На сегодняшний день вышел только один сборник его стихов. Конкурс на лучшего снеговика прошел в Шалдыкургане. Дети и взрослые, волонтеры и члены студенческого отряда помощников полиции Жалын собрались в парке Жастар для того, чтобы весело провести время, приняв участие в конкурсе на лучшего снеговика. Веселая зима, диджей, дружная семейка, полицейский нуржан, сноумен, казахский батыр – такие шикливые названия дали своим снежным ваяниям участники конкурса. Коллектив студии молодежного ресурсного центра вылепил из снега на радость детворы мультипликационного героя Олафа. А группа волонтеров извояла креативную фигуру, дав ей имя «Богатый студент». У нас, думаем, самый креативный снеговик, потому что у нас сейчас музыкальный снеговик будет, сейчас наушники оденем ему, и, конечно же, я вот смотрю, ни у кого нет очков, у нас очки, и думаем, что мы выиграем все же, потому что мы, как молодежь, мы тут рулим креативом. Главное достижение снежного мероприятия – это просто отличный повод, чтобы собраться всей семьей с друзьями и вместе слепить снеговика. А волонтеры из числа студенчества помогли собравшимся создать праздничное настроение. Сегодняшнее мероприятие заключается в том, что все семьи, которые здесь собрались, мы хотим их привлечь к волонтерству, а также мы, волонтеры, хотим им помочь в этом. А именно на этом мероприятии здесь семьи, и мы в том числе помогаем им сделать разные снеговики либо мануфактуры. Самых креативных участников состязания наградили необычными призами и почетными грамотами. Организаторы «Народной забавы» – представители молодежного ресурсного центра – пообещали также подготовить отдых на коньках и лыжах. Евгения Присажная, Габит Кабдрахманов, Телеканал ЖТСУ. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова